Девушки отдыхают Выбросы за 60 минут из замкнутого пространства, когда путь к заветным дверям преграждают десятки головоломок, а ключ спрятан в тайнике, закрытом на множество кодовых замков. Такое под силу только любителям настоящих приключений. Пошла, пошла, пошла. Все, открылась дверь. Еще одна темна. О, бабочки! Все, одна комната. Боже, я тут все у вас! Квест-комнаты называют интеллектуальным развлечением нового поколения. И сегодня в проекте «Бизнес-план» вы узнаете, как написать успешный сценарий для квеста, сколько нужно вложить в бизнес, который продает эмоции, и почему на этом рынке нет конкуренции. Знакомьтесь, это Андрей Сухарев, Анна Джага и Сергей Боланец. Фанаты головоломок, загадок и лабиринтов. Начинаешь набирать обороты. Больше, больше, нам этого мало. Замочки нам неинтересно, магниты нам тоже неинтересно. Как подсаживаешься, надо дозу повышать. А это их друзья Станислав Макарчук и Иван Крючевский. Я лично тоже организовал в свое время всякие мини-квесты для друзей. Мы решили, что в какой-то момент мы можем сделать не хуже, чем есть, а то и лучше. Несмотря на то, что Стас и Ваня живут и учатся во Франции, это не помешало ребятам объединиться и открыть собственную квест-комнату в Киеве. Мы в равной доле каждой участник. У нас есть такой договор, написанный на бумаге, но базируется он на полном доверии между четырьмя друзьями. Ваша передача называется «Бизнес-план», но мы с Сергеем шутили, что у нас не было никакого бизнес-плана никогда. Я до сих пор не знаю, что это такое. Мы просто решили это сделать. Возможно, это ошибка, возможно, нет. Рынок интеллектуальных развлечений достаточно молодой. В Украине первые квест-комнаты появились весной 2014-го, и сегодня популярность интерактивного вида отдыха не перестает набирать обороты. За три года по всей стране открылось порядка тысячи квест-румов, причем более 300 из них в столице. И если некоторые игроки рынка запускают отдельные комнаты, то особо предприимчивые делают ставку на развитие крупных сетей. Киев на данный момент на душу населения является одним из лидеров данного рынка, учитывая, что в Киеве проживает чуть более 4 миллионов населения, и при этом у нас открыто порядка 300 квест-комнат. Если мы говорим о той же Москве, которая является лидером среди квест-комнат, там открыто 500 квест-комнат, но при этом население Москвы в три раза больше. Основная аудитория квестов — прогрессивные молодые люди от 20 до 35 лет с доходом средней и выше. А также корпоративные клиенты, которые отдают предпочтение новому тренду в мире квестов в реальности. Не нужно приходить к нам в квест-комнату, а квест-комната приедет прямо к вам. И так родился проект «Квест в коробке», где все загадки и вся квест-комната вложена вот в такой небольшой кейс. И игрокам предстоит его вначале открыть и затем решить 15 загадок внутри этой коробки. Достаточно сложно, и это занимает один час. Кстати, прототипом реальных квестов стали их виртуальные предшественники — компьютерные игры-головоломки. Самой популярной из них считается «Crimes in Room», которая была создана в Японии в 2004 году. Тогда же появился общепринятый термин «Escape the Room» — побег из комнаты. Современный человек устал немножко от технологии. И мы уже стали немножко забывать, а как это физически вот чего-то поделать. Мы помним «Форт Бояр» передачу из 90-х, но сами никогда в таком не участвовали. А уже три года спустя те же японцы предложили выйти за пределы компьютерной игры. И именно там, в стране восходящего солнца, появились первые реальные квест-комнаты. Позднее эту же эстафету подхватили в Китае и Гонконге. Основной интерес квестов именно в реальности. Их же так и называют — квесты в реальности, когда все предметы осязаемы. Сегодня так называемой столицей этого интеллектуального развлечения принято считать Будапешт. Эпидемия квестов в хорошем смысле этого слова захватила и Украину. Именно увлеченность интерактивными головоломками подтолкнула друзей к идее придумать свою игру, не похожую на те, которые они видели раньше. Именно в этом баре в первый раз мы обсуждали идею создания квест-комнаты. И все мысли, которые нам приходили в голову, мы фиксировали на миллиметровке. Она сохранилась и по сей день. На самом деле уже смешно на это смотреть, потому что очень оптимистичными мы были в финансовом плане. По затратам, по ремонту особенно весело. Это было довольно спонтанно. Мы не планировали, что идем в ПАП думать о бизнесе. Тем не менее, медлить с реализацией такого спонтанного решения ребята не стали. И очень скоро, взвесив все «за» и «против», определились, что покупают франшизу у сети Escape Quest. Я даже загуглил тогда на телефоне, что такое франшиза. Я не знал. Наш друг Иван написал два письма в известные франчайзинговые сети Киева. Узнать, сколько она стоит. Вот так и началось все. Участие в франчайзинговой сети несет в себе ряд преимуществ. Мы подсказываем на каждом этапе, как нужно делать, чтобы не допустить ошибок. Кроме паушального взноса, сумма которого устанавливается каждой сетью в индивидуальном порядке, франчайзи платит ежемесячные роялти, которые составляют 10% от валового дохода. С момента подписания договора мы в одной лодке. Поэтому мы заинтересованы, чтобы у каждого франчайзи все было хорошо. Чем больше он зарабатывает, тем больше он платит роялти. Нашими инвестициями были собственные сбережения. Никаких посторонних средств мы не привлекали. Что получали на карточку за месяц и на работе, то и тратили на квест комнату. Немного оставляли для себя. Основа каждого квеста — это захватывающий сценарий с интригующими ходами и неожиданной развязкой. Кстати, написание первого сценария входит в стоимость франшизы. Сценарист всегда начинает с того, что очень досконально изучает тему. Если это индейцы майя, то значит, они должны чем-то отличаться от индейцев ацтеков. Для нас это не очень, наверное, понятная разница, но в Гватемале это очень большая разница. Мы не можем какую-то сделать глупость, потому что люди просто засмеют. Сегодня многие франшизи с удовольствием сами берутся за этот творческий процесс. Это прикольно. Очень много предложений идет от нас. Много раз говорила, что им самим можно писать сценарии. В каждой комнате в среднем 15 загадок. Этого достаточно, чтобы 4 человека напрягли мозг и за час выбрались из этой комнаты. Единственное, поскольку это не основная работа, это хобби. И чтобы это придумать, продискутировать, нужно много времени. А тем временем, пока пишется сценарий, франшизи занимаются поиском помещения. При поиске помещения под квесты было просмотрено несколько десятков объектов. И где-то около 200 объявлений обзвонили. За Андреем и Сергеем как раз одно из тех зданий, подвал которого рассматривался для аренды под квесты. Но по ряду причин он не подошел. Критерии выбора локации в этом бизнесе очень жесткие. Главный критерий – это то, что помещение должно быть не в жилом фонде. Поскольку бизнес официальный, мы не имеем права запускать свой бизнес в квартирах. Желательно, чтобы помещение было достаточно большим, так как нецелесообразно открывать один квест на одной локации. Потому что вкладываются деньги в ресепшн, в аренду. Просто одна комната это не может отбить. Хорошо, когда это подвал, потому что подвалы сдаются дешевле, а для квеста нет требования, чтобы были какие-то окна. Наоборот, в квесте окна пытаются скрыть, особенно если это антуражный квест. Желательно искать квест где-то в центре города. Там всегда больше людей, они едут отдыхать в центр. В центре они могут сидеть в пабе, пойти в квест. В конце концов, полтора месяца активных поисков, и ребятам удалось найти 170 квадратов подвального помещения в самом центре столицы. Здесь пришлось делать все, от стяжки полов и выравнивания стен до установки межкомнатных перегородок. Когда мы брали в аренду помещение, то сразу знали, что хотим построить здесь три комнаты. Просто, скажем так, открывать квест-комнату с одной локацией нерационально, потому как ты выходишь в ноль. Для того, чтобы иметь какую-то прибыль, нужно как минимум две комнаты. Нормальный, в принципе, пробудок, это потребно минимум две квест-комнаты открывать на локации. И только когда после капитального ремонта стал понятен метраж каждой отдельной комнаты, можно было приступать к созданию антуража и электронной составляющей квест-рума. Легкую комнату, ну, к примеру, какой-нибудь офис, можно создать там за месяц. Но мы же понимаем, что людям неинтересно играть в офисе, им интересно было бы поиграть в космическом корабле. Так вот, чтобы создать космический корабль, конечно, больше нужно времени. Но средний показатель где-то три-четыре, там, до шести месяцев. У ребят вместо ожидаемых трех-четырех месяцев все затянулось почти на год. Мы планировали вложить в открытие комнаты порядка двухсот-трехсот тысяч гривен, а получилось почти вдвое больше. Как сегодня признается вся команда, их стратегической ошибкой были... Организационные провалы. Поскольку это наша первая комната, первый опыт организации работы с другими людьми, работы с подрядчиками, это было самой большой проблемой, потому что ко многим вопросам мы подошли слишком легкомысленно. И в первую очередь к контролю сроков исполнения задач. Мы не подгоняли сценаристов. Говорили, работайте. Но так получилось, что почти год писал со сценарий. Это было нашей ошибкой, что говорили, нам не горит. Нельзя так говорить. Кроме затянутых сроков, ребята столкнулись и с некоторыми техническими проблемами. Не учли большого количества возможных ошибок с системами. Это еще на этапе установки. У нас работало три разных электронщика. Один из них из Львова. И получилось так, что приехала система, она не заработала. Мы отправляем ее во Львов. Электронщик ремонтирует, присылает назад новой почтой. Мы монтируем, тестируем. Оказывается, она работает не так, как нужно. Сложность в том, что в отличие от ремонта квартиры, мы не можем купить на рынке или в строительном супермаркете те вещи, которые нам нужны. Очень часто мы их делаем с нулям. Но, к примеру, я хлопаю в ладоши и открывается потаная ниша. По мнению экспертов, станет ли новая квест-комната прибыльной, можно понять уже через месяц. Рекорд сети составляет два месяца, чтобы комната окупилась. Антирекорд приблизительно 12 месяцев. Для того, чтобы только содержать такое помещение. Нужно, чтобы играло две команды в день. Если же учесть, что цена одной игры варьируется от 500 до 600 гривен, то, чтобы комната окупила расходы на ее строительство, нужно... Сто игр в месяц – это неплохой показатель. Это то, что позволяет комнате работать в плюс, приносить деньги, помимо износа, зарплат, аренды, коммуналки и так далее. Хорошо, когда есть три команды в день. Пока мы к этому идем. Прибыль со второй комнаты – это будет наша прибыль, потому что с первой комнаты мы выходим в ноль. Там небольшой плюс в прошлом месяце. Но в первом месяце был небольшой минус. Поэтому все силы команды брошены на строительство второго квест-рума. И несмотря на то, что средства, вложенные в первой, до сих пор не отбиты, это не помешало друзьям снова инвестировать в бизнес собственное сбережение. Каждая новая комната – это дополнительные доходы, которые организаторы получают от удовлетворенных клиентов, посетивших первую комнату. И это не полные расходы, которые они понесли сначала, когда бизнес только стартовал. Это дополнительные расходы, связанные со строительством следующей комнаты. Поскольку мы платим аренду за большое помещение, а у нас только одна квест-комната, то, по сути, аренда переплачивается. Если бы помещение было втрое меньше, это нам бы обошлось дешевле. В первую очередь это связано с тем, что, входив в комнату один раз, основной ход и идею самой комнаты уже человек будет понимать, и, соответственно, ему уже будет не так интересно. Поэтому при появлении новой идеи есть смысл открывать новую квест-комнату, и, соответственно, сколько может быть идей, столько и может быть вариантов новых комнат, и, соответственно, рынок будет продолжать расти и развиваться. Все большую популярность эскейп-игры набирают и в Европе. Пять лет назад Тамаш и его бизнес-партнер взяли в аренду помещение в центре Праги. Изначально планировали сдавать апартаменты для туристов. Вскоре выяснилось, что в начале 20 века комната была рабочим кабинетом ученого-врача, а после его таинственного исчезновения в ней никто не жил. Долго не раздумывая, решили открыть здесь квест-рум, а история с загадочным профессором стала основой сценария. Сейчас фирма The Chamber запускает уже седьмую комнату. Все на историческую тематику. Я считаю, что успех проекта во многом зависит от локации. Все наши квесты размещены в исторических зданиях в центре города. Худший вариант – помещение в торговом центре или офисном здании. Наш самый специфический квест находится в старом склепе 13 века готического периода. Продукт с историей легче продать. Инвентарь для квестов в основном находят на блошиных рынках. Самая большая инвестиция приходится именно на то, чтобы с помощью технологий сделать реквизит подвижным. За день комнату проходит порядка десяти команд. Иногда в эйфории игроки даже ломают детали. Чтобы все работало слаженно, рядом всегда несколько технических мастеров, которые сразу же ремонтируют сломанный предмет. На свой первый квест Тамаш потратил 8 тысяч долларов, включая аренду и работу персонала. На запуск проекта ушло 7 месяцев. Сейчас инвестиции достигают 80 тысяч долларов, при этом сроки разработки сжались до одного месяца. Окупаемости достигли в течение трех месяцев. Еще одно средство заработка фирмы – франшиза. Свои оригинальные сценарии Тамаш перепродает. А вот другая чешская фирма попала под жесткую критику после запуска в продажу игры «Побег» из лагеря смерти «Освенцем». Еврейская община обвинила организаторов в зарабатывании денег на страданиях миллионов погибших во время Холокоста. А идея квест-рума переросла в международный скандал. Вот в этой комнате пока ничего нет. Это будет наша следующая, вторая. Сценарий для второй комнаты мы частично написали самостоятельно. После этого мы сбросили свои наработки сценаристу. Вторая комната довольно специфическая. Мне кажется, что на процентов 40 она наша, на процентов 60 – сценариста. У ребят есть такая задумка, что это какие-то стиходоличные досвиды. А это художники, которые работают над визуализацией второй квест-комнаты. Кстати, антураж для первой тоже их рук дело. В этот раз тоже идут квест-комнаты разбиты на четыре части. И каждая часть немножко отличается одна от другой. То есть, хоть общее такое направление есть, но они все же немного разные. Вот, и в этом, я так понимаю, есть некий такой свой азарт, когда вот попадаешь с одной среды в другую, вот, и тоже… Не ожидаешь, не можешь предсказать ничего. Сбивает, да. Сегодня Дима и Максим привезли часть готовых конструкций для реквизита. Мягкие части, внутрянку можно показать. А вот эта подлиннее, она вот как раз становится сюда, вот. И таким материалом обшита вся кабина, вот, стены и потолок тоже. Остальные работы уже будут выполняться на локации. Потом опускаем, поднимаем полы, вот, все двигаем во благо, вот. Во благо квест-бога. Эта комната будет построена за 4-5 месяцев. Это то, что касается отделки и визуальных штук. Инженерная часть может занимать больше, потому что система такие непредсказуемые. Много нюансов возникает, которые трудно предугадать. Тем не менее, учитывая предыдущий опыт, создатели квестов не упускают из виду ни одну деталь головоломки. Смотри, то есть, движка может просто не поднять мощность, и надо потянуть там сколько-то килограмм. Да, поэтому надо будет, у нас здесь на каждую голову будет идти два подшипника. Да, но нужно учесть, что может играть два человека. Нет, поэтому, поэтому, вначале, человек, который следит за этим всем, будет четыре тумблера, просто тумблер. Он поднял два, это понялось, как два человека играть. Поднял три, три, четыре, четыре. Ну и, конечно же, как без переговоров с бизнес-партнерами из Страсбурга. Ну, каждый раз, когда вы используете фразы, люди понимают, или там, ну, это как бы... Даже если они не понимают, то стандартная задача выбраться из комнаты. В этом варианте такого нет. И получается смазанный финал. Такие скайп-конференции проводятся несколько раз в месяц. Споры возникают, естественно, как и в любом деле, всегда возникают споры, но это всегда конструктивные споры, то есть без каких-то обид, без ничего. Мы в основном обсуждаем поскайпотворческие вопросы, обсуждаем сценарии. Таким образом, если вы решили продавать эмоции, открыв свою собственную квест-комнату... Мы не рекомендуем открываться в маленьких городах. Идеальный город для открытия скайп-комнат – это от миллиона жителей. Размер стартового капитала будет составлять порядка 15-20 тысяч долларов. От 500 до 2000 долларов уйдет на покупку франшизы за одну комнату. Если написание первого сценария включено в стоимость франшизы, то второй вам обойдется в 500-700 долларов. 6-7 тысяч долларов нужно вложить в ремонт помещения. Его аренда вместе с коммунальными услугами будет составлять от 500 долларов в месяц. После того, как вы начнете арендовать помещение, будет период, когда комната еще не приносит деньги. Но за аренду уже придется платить. У нас этот период длился больше полугода. Да, можно выбить строительные каникулы, так называемые, но они, как правило, на месяц даются. За месяц нереально открыть квесты на локации. Крупных финансовых поливаний потребуют декорации и реквизит комнаты. Чтобы открыть хорошую квест-комнату, за которую будет не стыдно, вам нужно заплатить за дизайн порядка 8 тысяч долларов. Это при условии, что площадь комнаты около 30 квадратных метров. Еще тысячу долларов за визуализацию дизайна и столько же за работу инженеров. Ежемесячно вы будете выплачивать 10% роялти от валового дохода, аренду помещения, а также налоги и сборы. 330 долларов в месяц составит зарплата администратора. И, конечно же, не забудьте о расходах на текущий ремонт и рекламу. Для того, чтобы вернуть деньги, нам нужно открыть вторую комнату. Нам понадобится больше двух лет. Но сейчас, когда мы занялись дополнительной рекламой, ситуация стала позитивнее. Потому что одной только базовой рекламы по франшизе явно не хватало. Так как ключевая аудитория квестов – это молодежь, то основным каналом промоушена является интернет. Помимо стандартных, которыми мы занимаемся, через социальные сети, поисковики, рассылки и прочие диджитал-штуки, к примеру, рядом с локацией есть кафе. С ним можно договориться, что на каждом столике будет наклейка о том, что сходи, поиграем, вот тут за углом есть квест-комнаты. А в обмен на ресепшене мы можем выдавать скидки, с помощью которых люди после квеста могли бы пойти отпраздновать свою победу. Сегодня количество эскейп-румов стремительно растет, что заставляет организаторов квестов устраивать настоящую гонку за лидерство. Если два года назад мы открыли первые комнаты с замочками, ключами и вообще минимум электроники, то сейчас каждая комната, она нашпигована буквально датчиками, сенсорами, какими-то там электрическими штучками. Все, чтобы создать у человека эффект магии. И лазеры там бьют, и дым запускается, и шаги какие-то, и квесты с актерами есть. Хотя на самом деле специфика бизнеса интеллектуальных развлечений такова, что крупные сетевые компании не рассматривают друг друга как классических конкурентов. Те люди, которые поиграли у наших конкурентов, придут теперь к нам. Поэтому и они, и мы заинтересованы, чтобы комнаты у нас были хорошего качества, и людям нравилось играть. Тогда они будут ходить по кругу. У них поиграли, у нас поиграли, у третьих поиграли, у пятых десятых. Пока же комната не приносит ребятам прибыли, они все равно получают свой заряд фана. Мне интересно придумывать сценарий сюжета. Мне кажется, это просто как хобби. В основном процесс ради процесса. Сейчас мы понимаем, что это очень полезный опыт. Хобби, на которое я трачу свои деньги. А чтобы это хобби начало приносить деньги... Вам нужно заниматься этим больше, чем один час в день. Нужно уволиться с работы и тратить на это все свое рабочее время. Это должна быть основная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова